За пять лет форум уже успел стать визитной карточкой Ульяновского технического университета. И в этом году он проходит на обновленной площадке регионального центра науки, техники и культуры. Обычно свыше 250 проектов рассматривается на форуме. В этом году при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова форум имеет статус международного. У нас прибыли международные эксперты, делегации из 37 стран мира. В этот раз самая многочисленная делегация прибыла в Ульяновск из Германии. Именно с одним из ведущих вузов этой страны, Дармштадтским университетом прикладных наук, у Ульяновского политеха давно сложились как партнерские, так и дружеские отношения. Мы думаем, что очень важно именно для технических специальностей. И очень рано показать себя для того, чтобы начать профессиональную деятельность. Я сам 40 лет назад принял участие в подобном форуме, еще школьником. Победил, получил первый приз и сейчас вы видите результат. Моя карьера пошла в гору и я стал президентом высшего учебного заведения. Сотрудничество двух городов в научной сфере не ограничивается совместной работой вузов. В самих учебных заведениях общие точки соприкосновения нашли именно факультеты, что позволяет выстроить более тесное сотрудничество по отдельно взятым направлениям. Мы делали очень много совместных проектов. То есть студенты писали дипломные работы здесь. В каких-то фирмах работали и наоборот. Российские студенты работали в Германии в разных фирмах. И тогда нужно знание не только профессии, но и языка. И таких студентов, дипломантов очень охотно берут на работу как в Германии, так и здесь, в России. Несмотря на различия в менталитете и подходах к образованию и в России, и в Германии, понимают, самое главное – дать молодым людям возможность развития в научной сфере. И университеты должны сыграть в этом не последнюю роль, всячески помогая и поддерживая молодых ученых. В фойе политеха множество тематических площадок, на которых самые современные гаджеты и самые амбициозные проекты. Робототехника – очень перспективное направление. Вообще, как весь кластер, IT-кластер. Потому что, во-первых, это протезирование, как я уже сказал, когда люди… Ну, это очевидно, протезирование. Во-вторых, работа по дому, полностью живые андроиды, которые заменят домохозяек, горничных и так далее. Сегодня они студенты, магистры, аспиранты и молодые ученые. А уже завтра элита российской, а может быть, мировой науки. То, что сегодня называется инновацией, уже завтра в условиях динамично развивающегося мира потребует модернизации. А значит, работа не должна останавливаться ни на минуту. Инновация – это не только мощный генератор новой экономики. Инновация – это сила, которая может и должна сказочно преобразить весь мир, который находится вокруг нас. И вам, молодым людям, предстоит здесь сыграть ведущий роль. За три дня международные эксперты рассмотрят и оценят более 200 проектов. А одним из нововведений этого года станет Олимпиада для иностранных студентов. Русский язык – язык инженерного искусства. Владимир Гаврилов, Константин Никитин, репортер 73.